Флагштоки, наверное, поставим. Флагштоки, может, дорого и практично очень. Но между флагштоками ещё какая-то хорошая информация, типа доски почёта Академии для студентов всё везде, правда? И вот такая зона будет вообще отличная. Где поставить скамейки, арт-объект и флагштоки – последние штрихи. Жители Молочного, студенты и руководство Академии вместе с городскими властями вносят последние правки перед ремонтом. Территория возле учебного корпуса инженерного факультета ВГМХ стала одним из пяти пространств, которые благоустроят по проекту «Городская среда» в этом году. Очерёдность определили сами жители на рейтинговом голосовании 18 марта. На прошлой неделе мы подвели итоги голосования по проекту «Комфортная городская среда» в части выбора общественных пространств и разбив их по времени реализации. Моей большой радость и радостью всех жителей посёлка Молочное, территория, на которой мы с вами сегодня находимся, это участок улицы Емельяновой, от улицы Ленина до улицы Шмидта, попал в план реализации текущего 2018 года. Первоначально мы осмечивали то, что имеется сегодня в Департаменте городского хозяйства, порядка 9 миллионов рублей. Увеличения, конечно, быть не может, может быть, будет экономия, но это не сама цель. Самое главное – сделать это качественные в надлежащие сроки. Сроки особенно важны. Молочная академия – крупнейший вуз области. И 1 сентября сюда приедут сотни студентов. Торжественная линейка должна пройти уже на обновлённой территории. Но ждут ремонта не только студенты. Здесь находится и приёмная комиссия, и культурно-досуговый центр с танцевальным залом, где проводятся значимые общественные мероприятия, а не только для студентов академии, но и всей молодёжи. Это форумы по трудовому движению, форумы «Трыб-предприниматель», где собирается молодёжь всей Вологодской области. Поэтому благоустройство этой территории весьма значимо. Долгожданной реконструкции ждут и жители Молочного. Улица Емельянова – одна из главных в селе. И, по словам его жителей, тротуары не ремонтировали ни разу. Соцсети увидела, очень обрадовалась. Очень тяжело бывает ходить по таким дорогам, и очень хочется, чтобы больше было зелени. До этого была не очень неровная дорога, было неудобно ходить, постоянно была грязь. Сейчас, надеюсь, будет получше, будет чистая дорожка, чтобы удобно ходить студентов. Кроме этого, ещё один участок в Молочном возле школы номер 6 тоже получил высокую позицию в рейтинге. Здесь ремонт запланирован на следующий год. Такие высокие баллы удалось получить благодаря активному участию жителей посёлка, особенно студентов Академии. Мы распространяли информацию с помощью соцсетей. Просили мам, пап, дедушек, даже тех, кто живёт в Вологде, чтобы они голосовали именно за наши позиции. Могу сказать с уверенностью, что все те студенты, которые принимали участие в голосовании здесь, проголосовали все 100%. Напомним, всего в план ремонта на 2018 год включены 5 общественных пространств, а всего до 2022 года в порядок приведут 30 территорий. Также этим летом техника приедет в 54 двора. Всего в рамках проекта «Городская среда» на 2018 год в Вологде выделено порядка 250 миллионов рублей, больше 200 – на дворовой территории, 43 миллиона – на общественное пространство. Татьяна Рыжкова, Михаил Прыщев, ВООК ДРФ